Всем привет! Сегодня расскажу о меценатах композиторов 20 века, а также вы узнаете о том, где на данный момент хранится самое большое собрание нот известнейших композиторов. Вернер Рейнхарт был банкиром и музыкантом-любителем, но стал известен своим покровительством композиторам Европы первой половины 20 века. Он был третьим из пяти детей швейцарского предпринимателя. После получения коммерческого образования он работал в семейной компании волонтером в одном из банков Парижа. Позже совершал деловые поездки по Англии, Индии, Китаю и Японии. И в 1912 году стал партнером семейного бизнеса братьев Попкарт. Бизнес позже достался ему в наследство. И в течение многих лет он был меценатом городского оркестра Винтертура. Оркестр являлся одним из старейших в Швейцарии и давал до 70 концертов в год. На концертах этого оркестра состоялись премьеры более 120 произведений таких композиторов, как Хиндемид, Унигер, Шомберг, Штраус, Стравинский и Веберн. Винтертур стал одним из центров музыкальной жизни Европы в то время, а вилла Рейнхарта была местом встречи людей искусства – музыкантов, художников и поэтов. Он переписывался со многими композиторами первой половины 20 века и оказывал им материальную или иную помощь. Именно Рейнхард финансово поддерживал Стравинского, когда в 1918 году Игорь Стравинский после революции оказался в Швейцарии без средств к существованию. В это время он работал над оперой-балетом «История солдата» и в благодарность Стравинский посвятил оперу Рейнхарту и подарил нотный оригинал. Позже Стравинский сделал из нее сюиту из пяти номеров для кларнета, скрипки и фортепиано. Это переложение было специально создано для Рейнхарта, который, будучи кларнетистом-любителем, принял участие в премьерном исполнении сюиты. Также Стравинский посвятил ему три пьесы соло для кларнета в знак признательности за постоянную поддержку. Рейнхард, в свою очередь, сохранил коллекцию нотных рукописей Стравинского и создал музыкальную библиотеку Стравинского в своем доме. Рейнхард помогал и Антону Веберну. Благодаря дипломатии и финансовой поддержке Рейнхарта, один из основоположников новой венской школы, австрийский композитор Антон Веберн, живший в политической изоляции в Австрии, смог приехать в Винтертур и присутствовать на премьере своих вариаций для оркестра, впоследствии также посвященных Рейнхарту. Французский композитор Артюр Аннегер, один из участников французской шестерки, также посвящал ему свои произведения. Также свои произведения посвящал Рейнхарту и Пауль Хиндемид, а конкретно квинтель для кларнета со струнами и канон для трех голосов. Австрийский композитор Эрнс Кшенек по приглашению Рейнхарта жил в Швейцарии. Здесь при его материальной поддержке он заканчивал работу над первым концертом для скрипки. Благодарный Кшенек посвятил ему маленькую сюиту для кларнета и фортепиано. Питер Зульцер, швейцарский писатель-историк, позже опубликовал книгу «Десять композиторов о Рейнхарте» в двух томах, в которых опубликованы переписки между меценатом и композиторами, среди которых были Стравинский, Шонберг, Веберн, Берг, Кшенек, Хиндемид, Штраус, Шек, Анигер, Пфицнер и другие. Свою нотную библиотеку и саму виллу Рейнхард завещал музыкальной школе, где и по сей день хранятся собранные им нотные и литературные рукописи. Берга, Веберна, Дебюси, Каминского, Кшенека, Листа, Мийо, Моцарта, Мисковского, Анигера, Стравинского, Дефали, Франка, Хиндемида, Штрауса, Шуберта и других композиторов. Пауль Захер – швейцарский дирижер, самый щедрый покровитель музыкантов 20 века. В детстве он хотел быть скрипачом, но в 16 лет передумал и хотел стать дирижером. В возрасте 20 лет он основал базельский камерный оркестр, а через год камерный хор. Пауль Захер учился в базельской консерватории по специальности музыковедения, но продолжал увлекаться дирижированием. Он искал возможности заниматься симфоническим оркестром у директора базельской консерватории, но, не играя на фортепиано, не мог изучать чтение партитур. Все же сумел убедить директора заниматься с ним, благодаря своим стараниям. В 1929 году Захер возглавил базельское отделение Международного общества современной музыки. В 1933 основал и возглавил учебное и научное учреждение, изучающее старинную музыку. В 1954 она вошла в состав базельской музыкальной академии, и Захер последние 15 лет был ее директором. Пауль был женат на вдове Эммануила Штеллина, основного акционера фармацевтического концерна Хоффман-Лареш. После Захер стал членом совета директоров компании и со временем получил контрольный пакет акций. Стал одним из самых богатых людей в мире. Его жена Майя – профессиональный скульптор. Она собирала произведения искусства, поддерживала дружеские контакты со многими художниками. Как-то однажды она даже сказала Паулю «Я – искусство, ты – музыка и бизнес». Пауль ежедневно получал до 20 писем с различными просьбами. То помочь сельским музыкантам, то помочь финансово для издания нот молодых композиторов, или об оказании помощи детской музыкальной школе в приобретении фортепиано, или даже с просьбой о покупке фрака. И он часто оплачивал все это без лишних слов. Его девизом было «Если государство не может заплатить, то заплачу я». В 1974 году он помог Ростроповичу купить самую дорогую на тот момент виолончель – виолончель дюпор работы Антонио Страдивари. А через 10 лет он приобрел фонд Игоря Стравинского за 5 миллионов 250 тысяч долларов. Дом Захера в Базеле был пристанищем многих ведущих композиторов и музыкантов мира в течение многих лет. Аннигер вместе с родителями проживал здесь, не платя денег. Булес и Ростропович так часто посещали дом, что над их комнатами были таблички «Квартира славы», «Комната Пьера». Основным инструментом спонсорской деятельности Захера являлись заказы произведений известным композиторам. Всего им было заказано более 200 работ, таким композиторам, как Барток, Хендемид, Онегер, Кшенек, Стравинский, Штраус и многим другим. В большинстве случаев Захер сам дирижировал на примерных исполнениях этих сочинений. По случаю 70-летия Захера, 12 композиторов по предложению Ростроповича написали композиции для виолончели соло с использованием нот, содержащихся в фамилии Пауля. Ми-бемоль, ля, до, си, ми, ре. Авторами стали Бек, Бериу, Бриттен, Бюлес, Дютье, Летославский, Фортнер, Хиностера, Холлигер и Хубер. В 1973 году Пауль Захер основал изначально частный фонд для сохранения своего музыкального архива. Позже он был официально открыт для общественности. В архиве собраны рукописи следующих композиторов. Баха, Моцарта, Гайдена, Клементи, Вебера, Легетти, Лютославского, Сильвестрова, Софьи Губайдулиной, Антона Веберна, Петра Ильича Чайковского, Стравинского, Белла Бартыка. На данный момент в 2000-х, кроме единственной когда-то задачи фонда, сохранить архив. Прибавилась новая задача – это сохранить статус одного из самых крупных международных исследовательских центров музыки XX и XXI веков. Фонд расширялся с каждым годом и сейчас многие научные исследования архивных материалов предоставляются на сайте. В настоящее время дом оснащен несколькими читальными залами – комнатой для охраны культурных ценностей с кондиционированием воздуха, предназначенного для архивирования оригинальных документов. Фонд насчитывает около сотни коллекций выдающихся композиторов и исполнителей, а также в дополнении имеется фонотека и видеотека, коллекция журнальных статей, научная литература о музыке XX-XXI веков. И все это, несомненно, является важными компонентами архива. Библиотека, фонотека и видеотека могут использоваться только в доме. Посетители обращаются в секретариат фонда за назначением и далее могут работать с материалами. По моему мнению, Вернер Реймхард и Пауль Захер – настоящие хранители искусства. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!